На выставке World Food 2022 не только крутые производители, но и классные спикеры. С одним из них мы прямо сейчас поговорим. Это Александр Фролов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какую компанию представляете? Я представляю компанию I.M. Также я являюсь президентом Российской Ассоциации Маркетинга в Ритейле, Папай Россия. Также участвовал в их мероприятии на этом форуме. Сегодня вы были спикером на форуме. Хотел бы вас спросить, как прошло в целом мероприятие. Насколько оцениваете его? Мероприятие прошло очень позитивно. Очень интересные кейсы от участников. Достаточно хорошие подобрали кейсы и программа. То есть она вызвала интересы. На мероприятие приезжали наши клиенты, потенциальные заказчики. Плюс люди с выставки подходили. Мероприятие оправдало свои ожидания. Скажите немного конкретнее о своей программе и, может быть, маленькую фишку. В моей программе я рассказывал про возможности цифрового торгового оборудования для точек продаж. Собственно, различные недорогие варианты решения, которые могут быть востребованы клиентами небольшими. А также массовые решения и технологии для крупных каких-то проектов. Соответственно, поделился опытом реализации некоторых кейсов, которые делала наша компания. Привел примеры цифр эффективности. Договорился с партнерами о оцифровке этих кейсов, чтобы понимать точную рентабельность, точную монетизацию этих проектов в дальнейшем для транслирования этих цифр нашим клиентам. Вы сказали, что поделились опытом. А какой опыт вы вынесли с сегодняшней сессии? Очень интересное было выступление Светланы Ерохиной от компании Светофор по припакам. То есть это картонные дисплеи, которые предупакованный продукт, поступающий в точке. То есть некоторые моменты для себя новые открыл. Интересный продукт, как бы недорогие решения, которые в текущих экономических условиях могут быть также широко востребованы, в том числе и нашими клиентами. И интересный кейс по холодильному оборудованию, по аналитике. То есть остальные кейсы тоже были с интересными данными, цифрами, примерами работы. Сегодня многие говорили о том, что год принес им, скажем так, небывалый рост. Кто-то говорил наоборот, что было тяжелее работать. Скажите, участники сессии в каком мнении сошлись? И самое главное, решается ли этот вопрос? Ну, зависит от специализации компании. Например, компании, занимающиеся по самым материалами, наверное, переживают не лучший период в этом году, потому что основной рынок сбыта – это международные бренды, такие как Coca-Cola, Nestlé и другие, которые заморозили свои инвестиции еще в марте и до сих пор не вышли на уровень заказов предыдущих лет. Соответственно, мы видим, что сейчас рынок переориентируется, запускаются новые бренды, продукты, которые нужно поддерживать в точках продаж, поэтому есть надежда, что рынок восстановится в четвертом квартале и в 23-м будет расти, и мы сможем компенсировать этот спад. А в остальном некоторые участники по аналитике, например, не настолько потеряли, потому что данные нужны всегда и всем. Спасибо большое. Ну и в финале хотелось бы спросить, ваши личные цели и задачи сегодняшней сессии были выполнены на 100%? Цели были выполнены, да. Я приезжал на форум выступить со своей тематикой, также посмотрел интересную экспозицию международных поставщиков, нашел новые контакты, новые партнерства, возможно, сможем продвигать их продукцию в дальнейшем с помощью наших решений на рынке. Поэтому считаю его очень полезным, продуктивным. Спасибо большое, Александр. Тогда желаем вам еще более новых успешных контактов. День еще не закончен, так что все впереди. Спасибо. 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 Спасибо.